Редкат Итак, ребята, давайте дружненько подпишемся на мою строчку RedCat YouTube в Инстаграме, ну а также не забудьте посетить мой Дискорд. Сейчас выбирается, кто будет у нас в Ките, и это у нас Артём. Ну что ж, давайте теперь смотреть новый эпизод. Давай найдём наши инструменты и начнём наше приключение. Ответил Плутон. Подожди здесь, Плутон. Что-то происходит с телевизором. Подожди, что это такое? И тут с диким криком вылетает кот. Эй! И опять какой-то звук, и вылетает. Больно! Плутон, активируй кнопку защиты дома, там кто-то внутри. И Плутон отправляется нажимать на кнопку охраны, охранной системы. Ничего себе, закрываются абсолютно все двери, решётки спускаются вниз. Неплохо они тут, я смотрю, дом свой охраняют. Что случилось? Где я? А, подожди, а где пинки? О нет, я должен вернуться обратно. А что случится, если я вернусь обратно в телевизор? Нет, он выключен. Я должен найти способ его включить. Это Китти! Похоже, он сейчас в отключке. Нужно быстро выбираться отсюда. Говорит мышонок и начинает искать выход. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, ребята, вот такой вот интересный эпизод. И сейчас я должен помочь мышонку выбраться из этого дома. Дома Микки, Мауса и Плута. Чтобы как бы сохранить все авторские права, так сказать, и так далее, автор решил называть их Плутон и Майк. Окей, ребят, я подобрал уже какой-то ключик и отправляюсь смотреть по дому, куда же я его могу применить. Мне очень нравится эта игра, ребята. Если вам также, не забудьте поставить лайк под этим видосиком. Ну а сейчас я нашел непонятную штуковину и ключик. Так, у меня есть какой-то зеленый ромбик. Подхожу к двери и вижу, что там треугольник. Значит, мой ромбик сюда не подходит. Ладно, давайте поищем, где же взять нам треугольник. Хм, кстати, у меня ключик в виде треугольника. Но, скорее всего, это что-то другое нужно сюда применить. Так, котика я не боюсь, потому что это мой играет помощник Артем. Но он мне явно мешает. Он не хочет, чтобы я туда прошел. Так, но у меня ключик явно розовый. Подожди, я попробую. Да, получилось. Так, Артем, если ты меня дотронешься, то я умру. Потому что мы тут на сервере вдвоем играем. И, соответственно, это будет моментально гейм-овер. Так что я немножко нервничаю, когда Артем очень близко ко мне подходит. Так, что мы видим здесь? Мы видим красный ключик. Видим дверку. Давайте зайдем и посмотрим. Воу, ничего себе! Вы видели, да, что улетел мой ключ? Тут какое-то силовое поле, которое металл просто куда-то выносит. Хм, интересно. У меня еще остался кусочек непонятный какой-то, что это за предмет. Это, наверное, не металлический, это какой-то пластиковый. Поэтому его, наверное, это силовое поле не относит. Но если вы берете в руки ключи, то, видимо, они будут уноситься куда-то далеко. Так, ну что, ребята, я нахожу все-таки место, возвращаюсь, где этот треугольник нужно активировать. Все нормально, поднимаю решетки и здесь нахожу еще ромби, который как раз у меня в руках. Идеально все совпадает. Так, давайте нажмем. И тут еще один у нас рычаг. Нажал. Пока не вижу, что произошло. Открываю. Здесь у нас зеленый провод, который можно открыть. Так, здесь у нас какой-то серый замок висит. И я отправляюсь вниз. Да что ж такое, Артем просто по пятам у меня идет. Если он сейчас на меня наступит, мне будет хана. Вредный котяра мне попался. Так, ну ничего, я убегу от него. Так, что у нас здесь? Здесь у нас диваны разные. И, кстати, в клетке я заметил, что лежали кусачки, которые мне нужны, видимо, для того, чтобы перекусить провод. Так, ну ладно, давайте подберем что-нибудь. Желтый ключ подберу. Напильник. Или это отмычка, точнее, мне пока не нужна. Потому что я тут играю в одиночку. Так, смотрите, мне нужен какой-то штекер. Вилка, точнее, для провода. Ее тут нету. Я уже обрадовался, думал, что это желтый ключ, который у меня в руках. А нет, там такой он как бы двойной, поэтому это штекер. Так, ладно, давайте посмотрим, что здесь еще можно сделать. Ой, я что-то нашел. Подбираю этот предмет, и это какая-то непонятная плата. Похоже, что-то на какой-то процессор прям. Дальше исследуем, что здесь еще есть. Пока ничего интересного не вижу. Ага, вот ты, котяра. Смотрите, стоит код и не пускает меня. Эй, котик, мне надо сюда пройти. Я тебя не сильно буду затруднять, если ты отсюда уйдешь. Так, смотрите, вредный кот, он не хочет уходить. Что же делать? Как его вырубить? Сейчас мне пишут, что он на несколько секунд отключен, но я не знаю, можно ли этому верить. Ладно, поищу другой выход. Так, здесь у нас центральный выход, и здесь пока никого нет. Что ты прыгаешь, как обезьяна? Все, он отошел, я могу пробежать сюда. Ух ты, ничего себе, тут целая комната непонятная. Какие-то двери у нас. Так, что-то он меня преследует, мне это не нравится. Я немножко пугаюсь. Так, мне явно в эту дверь. Я уже даже вижу там какой-то ключик, который мне нужен. С этой стороны нельзя отсюда добраться, да? Ладно, а что здесь у нас? Здесь у нас какие-то щитки, пока ничего не активировано вроде. И кот издевается, он знает, что мне сюда надо, и не пускает меня. Ладно-ладно, синий кот. Не хочешь ты, чтобы мои подписчики узнали, как проходить? Будем другого себе помощника искать. Ты какой-то вредина попался. Не доверяйтесь синему коту, ребята. Так, наконец-то он убрался с прохода, и я смог зайти. Поднимаю рычаг, чтобы можно было убежать. Потому что мне настроение этого кота очень не нравится. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Так, ну что, ребята, я все-таки захожу, открываю желтый замочек. И сейчас смотрю как раз место идеальное для этой штуковины. Давайте ее ставим. Эту деталь, все. И подбираю еще вот ключик. У меня есть серенький. Отлично. Так, ну что, я что-то активировал. Давайте посмотрим. По-моему, красный и синий горит. Или мне кажется. Ну, красный точно луч загорелся, а желтый еще вроде нет. А желтый это, наверное, там, где вот этот штекер. Давайте наверх поднимемся. Может, там есть какой-то рычажочек. Может, там штекер этот есть, который я ищу. Потому что там был какой-то непонятный такой ящик, в котором, в принципе, может что-то и поместиться. Jump, jump, jump. Мне так нравится, как он прыгает. Jump, jump. Так, открываем. Что здесь? Рычаг. Поднимаю рычаг. Ничего здесь не поменялось. Хм, клетка как висела сверху, так и висит. Ладно, давайте попробуем понять, что же он активировал. Этот рычаг. И куда мне дальше надо идти? Хм. Пимс. Эти ключики мне уже не надо, и я иду дальше смотреть, что поменялось. Я что-то явно активировал. Нет, смотрите, тут какая-то решетка еще закрыта. О, смотрите, он скачет. А, тут была клетка сверху над этими кусачками. Сейчас она пропала, я могу забрать кусачки. Все, отлично. Кусачками я могу наверху там перегрызть, так сказать, зеленый провод. А здесь у нас, кстати, я тоже видел какой-то здесь провод. Может его точно? Точно, смотрите, да, можно его обрезать. Идеально. Ну что, я пойду пока наверх, пока тут кот с ума сходит и контролит, я пойду отправлюсь еще перегрызть тот зеленый провод. Откусим его кусачками. Ну что, ребята, очень интересный эпизод. Мы попали к Микки Маусу и Плута. Там еще был Скуби-Ду эпизод и был про свинку Пепа, по-моему, что-то такое. Так что, ребята, вполне возможно, что в следующем эпизоде мы попадем куда-то туда. Так, смотрите, клетка открылась, что-то выпало и улетело вниз. Вместе с котом, который зачем-то прыгнул туда. Мне сейчас надо вниз спуститься, но он мне мешает. Видите, опять противный синий кот. Не буду больше его с собой брать. Пускай дома сидит. Так, смотрите, он вроде заснул на несколько секунд, поэтому я быстренько спустился. Да, выпала вот эта вот как раз вилка. Вилка от провода, которая мне нужна для того, чтобы его включить в розетку. Окей, давайте туда отправимся. Ага, он как раз мне не дает туда пройти. Он мне типа помогает, показывает, куда идти, но он настолько близко это делает, что я переживаю, что вдруг могу случайно в него врезаться. И тогда сразу же максимально... Сразу же будет гейм-овер. Так, ну что, я все сделал. Я все активировал. Теперь могу вернуться обратно, чтобы взять ключик, пойти красный. И там что-то, какой-то замок еще висел. Вот, смотрите, силовое поле пропало. Я подбираю этот ключик и теперь открываю вот этот замок. Тут какой-то сейф. Ничего себе, я нашел что-то. Такая-то батарейка. Давайте ее тоже подберем. Есть. Чутненько. Так, котяра опять вредно прибежала, меня не выпускает. Две минуты пятьдесят три секунды у меня остается. Я в одиночку прохожу, поэтому, в принципе, это довольно-таки долго выходит. Но если вас будет много, я думаю, что вам будет с одной стороны проще пройти, но с другой стороны сложнее, потому что часто какие-то нубики забирают ключи, бегают по всей карте и, несмотря на твои жесты, не обращают на тебя никакого внимания. И все твои призывы бежать за тобой ни к чему не приводят. Ну что, я бегу с этой штуковины. Явно где-то ее тут нужно использовать. А, вот, смотрите, я нашел. Все, вставляю и появляется экзит. Быстрее туда прыгаю. Отлично, все готово. Это должно запустить телевизор. Привет! Ты думал, что ты так легко убежишь от меня? Подожди, Китти, а что там? Я не дурачок, чтобы попасться на твою уловку. Смотри, 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 что там? А? Ничего нету. Ты меня обманул, да? Где он делся? Хей, я здесь, я здесь. Я начинаю дразнить кота, и он ко мне идет. И в этот момент открывается дверь. Окей, я его поймал. Кричит Майк. И что-то происходит. Я прыгаю в телевизор, пока там кипишь. И куда-то исчезаю. Я должен найти Пинки. В какой же телевизор она могла подеваться? Куда она могла улететь? Где Пинки, может быть? А-а-а! Кричит Пинки. Редка в YouTube! Редка в YouTube! Мы должны убраться отсюда быстро! Кричит она и улетает. Пинки! Кричу я ей, но меня забирает котяра и несет не в тот эпизод. И мы летим к Пенни Пик. Обалдеть, ребята! Свинка Пиги будет в следующем эпизоде. Ну что ж, ребята, я надеюсь вам понравилось видео. Не забудьте поставить лайк. Подпишитесь на канал RedCat и канал RedCat Roblox. Ну а пока я с вами прощаюсь. Надеюсь ненадолго. Всем пока!